Всем привет, дорогие друзья! На связи онлайн-школа Щипакина Евгения, и я хочу вас пригласить на небольшой летний курс «Ромашки». Курс состоит из трех уроков по два часа, и данная запись — это запись последнего урока для того, чтобы вы могли оценить, насколько вам удобно и комфортно будет заниматься по такому материалу. Смотрите, наслаждайтесь, присоединяйтесь. Вся школа находится на платформе Телеграм, уроки находятся там же. Описание под этим видео и в шапке профиля. Буду очень рада вас там видеть. Поэтому я сейчас еще немножечко тут все чуть-чуть доделаю, но в целом у меня прям, видите, подсохло классно, мне нравится. Я сейчас беру маленькую кисточку, и я беру индийскую, желтую, которую я не выдавила. Беру-беру-беру. Бери-бери-бери. Бери-бери. Вот. И я немножечко кое-где, вот прямо жиденько, да, пройдусь. Вот тут. Смотрите, я еще просто что хочу сказать. Вы можете краски использовать, ну то есть я вам даю базу, а вы можете их использовать. Я что-то вообще желтых никаких не выдавила. Это я собралась пописать, в принципе, желтые цветы. Молодец. Вот. 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 Вот индийская желтая, она такая прям краска. Ну классно работает. Вот. Немножко там, где у нас против света ромашки, они такие более темные там серединки вот эти. Их можно тоже как раз таки. Индийская желтая, там чуть-чуть сумбры. Ой, мне безумно нравится эта картина. Вообще. У меня какая-то распаковка вообще произошла по поводу этих. Я вообще в жизни никаких ромашек, вообще никаких ромашек не писала. Никаких. Ну в общем, так работает, представляете. Так, и у меня вот эти вот две, которые я не сделала. В тот раз давайте мы сейчас их немножко сделаем, да. М-м-м. М-м-м. Немножко можно сделать между ними вот эти вот промежутки. Потому что они такие отдельные, они акцентные, да. Поэтому мы можем, то есть где-то объединяем, где-то разъединяем. Это касается всех мелких цветов и вообще цветов вообще, да. Чуть-чуть немножко все это. Чуть-чуть немножко. Чуть-чуть немножко. Самое вообще сложное оказалось вообще в этих ромашках, это зелень. Она у них сложная. Прямо вот вообще. То есть, во-первых, надо ее ободрать частично. Вообще на будущее, да. Если вы ставите, чтобы подольше стояло, нужно обдирать зелень, которая в воде. Вдруг вам пригодится эта чудная информация. Чтобы она не загнивала, не окислялась, да. Так же. Так же. Спасибо. Так же. Так же. Продолжение следует... Можно немножко с изумрудкой мешать желтую и изумрудную, и она будет давать максимально вот этот зеленый цвет, травянистый, красивый, яркий. Продолжение следует... На стол и делайте со стола, то есть она должна только сухая быть, чтобы у вас весь локоток, вот эта часть, лежала на столе. Продолжение следует... Короче, главная прелесть всего этого это... Все, забыла. Это вот мелкая детализация, когда наступает очень красиво, да, все это становится очень красиво. Сейчас мы с вами с букетом, а потом немножко сюда вернемся, то есть чтобы под руку сыра не было. И тут, соответственно, такая же, да, вот эта история. Я вот так вот ставлю, то есть чтобы вам было с руки. То есть удобство при определенном положении дает вам более четкий штрих. Мне хватает как бы твердости руки, да, твердость руки, она нарабатывается. Я, знаете, хочу все же сделать вот эту вот маленькую цветочек этот. Еще важный момент, что у вот этих веточек, особенно ключевых, да, у больших ромашек, у них должна быть еще и толщина, то есть как светлая, так и темная. И уходить она должна в темное. То есть она должна заканчиваться там темным и вот сюда немножечко тоже набирать толщину. Вот так вот сделаем. Ну вот усиливаем. Давайте где-то белый, да, еще можно. Можно даже густеночки вот такие, да, чуть-чуть уже. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. И можно взять умбру. То есть смотрите, я прохожусь везде, я уже не буду прямо везде раздраконивать эти цветы, да, потому что у нас есть главное, есть растепенное, не нужно прописывать все, иначе зрителю станет скучно смотреть. То есть это прям такой важный момент, да, то есть мы не продракониваем все подряд. Вот так. То есть вот тут красиво так перетекает туда. Для более темных можно индийскую желтую смешивать, ну вот с зеленоватым и Марсом, например, если там темные, да, вот эти серединки, они там могут быть темные. То есть они в тенях, это такой оливковый цвет. Вот это вот хотите пишите, хотите не пишите, то есть вот тут цветочек я не буду писать. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я делаю сначала темненьким, а потом вот здесь, смотрите, бубышечкой ставлю свет. Продолжение следует... 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 Угу. Продолжение следует. Продолжение следует. Немножко сделать вот эту зелень чуть-чуть такой более лохматой. Вот аптечная ромашка, у нее вот это вот лохматушки ее, это, конечно, аттас вообще. Продолжение следует. Так, ну все, я с цветами больше пока не буду, чтобы не пересушить тоже, да. Сейчас поделаем вазу, потому что ваза тоже классный, конечно, как бы не главный герой, но герой. Можно в серединке вот прям таким медово-желтым сделать. Ну, в принципе, кадми желтый светлый в чистом виде. Но можете, если сильно вам желто, можете смешивать немножко с индийско-желтый, да. Вот тут нам надо сделать. Спасибо. Спасибо. И я немножко, буквально даже тоненькой кисточкой. Чуть-чуть. Давайте еще мы с вазочкой, да, поработаем немножечко. Еще можно немножко усилить вот здесь свет. Такой прям, ну реально голубовато и легко-легко. Продолжение следует. конечно да мельче делать блики потому что не похожи на блики на такая полоса а сиена я мешаю индийской желтой и можно немножечко усилить свет между вот этими вот веточками на то есть где-то там тоже светлый свет красиво там тоже это ажурно просвет и ну и белый с желто-зеленым такой цвет очень как бы типа нежно-салатовый что ли получается наверно так найти вода когда стоит и не цветы стоят вот такие оттенки не такие самогонный а Вообще-то не очень обычно, да, обычно всегда блики светлее, но тут вот такая ситуация, я бы сказала, не стандарт. Продолжение следует... Ну и немножечко давайте сделаем, и на этом остановимся. Чуть-чуть вот этот вот переход. Все же этюды, все еще этюды. Можно тут, наверное, такой его, знаете, в полутени этот цветок сделать, чтобы он у нас вот это сочленение, вход закрывал. Такой прямо невыделяемый, да, сумбры такой, прям в тенях, в тенях. М-м-м. М-м. 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 нежнее было да вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь так что друзья вот такая у нас получилась супер классная картина я считаю что для начала вообще работая над полевыми цветами это супер результат на следующий год будем продолжать 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 всю эту практику поэтому давайте будем тренировать наше мастерство потому что потому что и 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 у меня любимая фаза вообще попробуй называется на этой фазе я вообще все уже написано и получается ты только улучшаешь такое все становится смачно и доделано красиво все друзья финал давайте пишите желаю удачи жду ваших шедевров спасибо